Наша судья сказала, вам Светлана Тихановская дала 150 баксов и огласила 25 суток. Где мы находимся, что это суд? Она сказала, да, это суд. Он длился, наверное, около пяти минут. Вот я сделал шаг вперед, наклонившись над столом судьи и увидел, что у меня там уже написано 15 суток. Виновен и до свидания. И я такая, вам не кажется это не очень логичным, что я в двух местах одновременно была. Единственное, в чем мы виноваты, что у нас есть паспорт гражданина Республики Беларусь. Это правозащитный подкаст «Вясна Априди». Здесь мы рассказываем про опыт людей, которые живут в Беларуси. Витаю, я Екатерина, а сегодняшний выпуск про то, как невероятным образом проходили суды на Окрестино. Именно на первом переулке Окрестино в Минске находится ИВС, куда свозили задержанных после акции протеста. С 9 по 12 августа. Ну а перед этим двухминутная вставка для тех, кто слушал предыдущий выпуск нашего подкаста. Мне кажется, необходимым ее сделать. Если неинтересно, просто перемотайте. Прошлый выпуск назывался «Что нужно знать, если вы собираетесь на акцию?». Мы с Наташей Сатунгевич, правозащитницей «Весны», записали выпуск, опираясь на тот опыт, который был уже нам известен до этого. То есть в Беларуси были массовые задержания. И раньше, и недавно по несколько сотен человек. Это на ланцухах «Солидарности» 19-20 июня. И 14 июля, когда «Бабарик» не зарегистрировали. И 15 июля, когда были очереди в Центральную избирательную комиссию. Ну и так далее. И опираясь именно на этот опыт, мы строили свои советы. Ну а дальше я вставлю наш разговор. Слушай, Наташа, у тебя было такое ощущение, что мы записали подкаст, дали советы, а потом люди рассказывают, что они пробовали требовать адвоката, и их еще больше избивали в РВД. Пробовали что-то говорить на суде, но это все вообще не подействовало. У меня не было предположения, что такое может случиться. Но у меня есть такое чувство немножко вины, что мы насоветовали. У вас есть такие ощущения? Я думала о том, что, возможно, наши советы в подкасте оказались не к месту, но это не наша вина к тому, что произошло 9-10-12 августа в РВД Минска на Крестино и в других РВД-изоляторах Беларуси. Невозможно было никак подготовиться, никто этого не ожидал и не мог знать. Имели место массовые нарушения прав человека, пытки, уголовные преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении людей, в отношении тех, кто вышли на мирные протесты, или тех, кто проходили мимо и попали под раздачу. Мне очень жаль, что эта ситуация случилась. К сожалению, мы не можем отмотать время назад. Я искренне сочувствую и переживаю за каждого, кто столкнулся с насилием в отношении себя. Мы сейчас работаем, и не только мы, очень много волонтеров и приложений о помощи. И каждому пострадавшему и пострадавшему очень важно знать об этом и помнить о том, что помощь можно и нужно принимать. Это важно. И поскольку мы не можем вернуться назад и отмотать все, и изменить то, что произошло, то мы все должны работать и действовать для того, чтобы такого больше никогда не повторилось. Ни в Белоруссии, ни в каком другом месте этого мира. Тем не менее, мне кажется, что предыдущий выпуск подкаста «Что нужно знать, если вы собираетесь на акцию?» остается актуальным. Задержания мирных демонстрантов продолжаются и сейчас. А такого беспрецедентного насилия, как было над задержанными с 9 по 12 августа, уже вроде бы и нет. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь. Ну а еще я советую послушать седьмой выпуск подкаста «Як распознать тихора». В том, что тихори продолжают присутствовать на акциях, вот в этом я точно не ошибаюсь. Конвейерность судебных заседаний всегда была после негосударственных, скажем так, акций и массовых задержаний вследствие их. Но те суды, которые прошли над задержанными, находившимися на Крестино с 9 по 12 августа, это просто, ну, тоже беспрецедентно. Сегодня вы услышите истории людей, которые через это прошли. Истории были собраны в один день, 26 августа, когда в Минском городском суде проходили обжалования. Давайте я коротко объясню систему обжалования. Вот человека судят в суде первой инстанции. Это, например, если по Минску, то суд Первомайского или Ленинского района, ну и так далее. В случае Акрестина там просто суды были въездными. Итак, судья выносит решение. Если человек с ним не согласен, он имеет право его обжаловать. Если в Минске, то это в Минском городском суде. И там уже другой судья рассматривает дело, выслушивает человека и либо соглашается с его доводами и отправляет дело обратно в суд первой инстанции. Это редко происходит, честно говоря. Либо, что чаще, не удовлетворяет. И 26 августа в Мингорсуде рассмотрение таких обжалований было около 40. И это только 26 августа, потому что это было и 27, и 28 августа. Вот в тот день я и пришла в Мингорсуд и посмотрела, как это все происходит, и поговорила с теми людьми, с которыми мне удалось поговорить. Итак, дело Алексея. На суде Алексей рассказывает, как его задержали. Около 11 часов вечера парень вышел в магазин. В протоколе было указано, что задержали его в час 40 ночи. Суд первой инстанции, ну то есть, который проходил на Окрестина, присудил ему 10 суток ареста. Но судья Мингорсуде в тот день перенесла его рассмотрение дела на другой день. Поэтому пока результатов я не знаю. С Алексеем мы разговариваем прямо в здании суда. Там довольно шумно. Расскажите про свой суд на Окрестина. Сколько он длился? Ну, он длился, наверное, около пяти минут. И давали в основном по 15 суток. Ну, кому как. То есть, кому-то 10, кому-то 15. Давали по-разному абсолютно. Но в среднем всем старались давать именно арест, а не штраф. Потому что там, как мы поняли, объяснялось это тем, что если мы выйдем, то штраф люди соберутся и нам запомнят. Поэтому нам сразу давали всем арест. И отправляли обратно в камеру отбывать. Ну, вам вообще с этим протоколом удалось познакомиться? Просто сказали подписать. Нам сказали подписываешь, дают штраф. Все. Это был хороший вариант. Лучше заплатить там те 700. Ну, как правило, там журналистам и наблюдателям давали 30 базовых, по-моему, величин штрафа. И мы, типа, такие думали, ну, ладно, пускай будет эти 30 базовых заплатить, но зато сидеть дома, хоть и поесть. Потому что первые три дня мы вообще не ели. А судья представлялась? Да, он представлялась, она представлялась. А как зовут, не помните? Шотик, по-моему, не помнили. Шотик. Да. Вы говорили всех, кто с вами сидел, были одинаковые данные в протоколах, то есть всех задержали в час сорок. А в каком месте? Это проспект Победителей, я точно не помню. Возле Стелла? Да, да, да. То есть, ну, хотя я возле Стелла даже не находился. Причем юристы сказали, что, ну, когда я уже вышел, и волонтеры там мне сказали, типа, если что, то есть бояться нечего. Если там, допустим, спросили просто телефон с собой, они могут по геолокации посмотреть, где находился. То есть, и даже по геолокации мне посмотреть, я возле Стелла близко даже не был. Запросить данные мобильных операторов предлагал на своем заседании в Мингорсуде и Михаил. Вот запись прямо из зала суда. Тем самым вскрыть уже свидетельство сотрудников милиции. Михаил утверждает, что место его задержания не совпадает с местом, указанным в протоколе. Участие в митинге он не принимал. Задержали его 10 августа, осудили Михаила 12 августа на Окрестина. Дали ему 15 суток ареста. Потом его перевезли в ЛТП в Слуцк. Ведь, видимо, на Окрестина не хватало мест. И выпустили 14 августа. Сколько длился суд на Окрестина? Буквально минуты три длился. Судья, он или она называл своими? Она называла свою фамилию. Трижды она ее называла. И трижды она не смогла ее нормально выговорить. Я переспрашивал. Она всячески пыталась исказить свою фамилию. Но фамилия Шумейка. Я все равно ее как бы нашел в суде Советского района. Поздоровался с ней. Суд длился очень быстро. При том, что приговор, так называемый, он уже был написан заранее. Мне вопросов, в принципе, не задавали. Мне рассказали, что я, по их мнению, сделал. Вот, спросили, согласен ли я с этим обвинением. Я сказал, что нет. Мне начали задавать какие-то наводящие вопросы, делая вид, что это на что-то повлияет. Вот, я сделал шаг вперед, наклонившись над столом судьи, и увидел, что у меня там уже написано 15 суток. Но я у судей поинтересовался. Говорю, а к чему тогда вопрос? Вот, она ничего не ответила. А написано как? Где? То есть это... Что за бумажка? Да, это был документ, в котором она делала какие-то пометки. Судья ответила на ваш вопрос о 15 суток. Она промолчала. Судья Мингорсуда Зинькевич, выслушав все это, вынесла решение уменьшить уже присужденный арест с 15 суток до 4. А в основном считать постановление суда первой инстанции исполненной. Но давайте посчитаем. Задержали Михаила 10-го, а выпустили 14-го. То есть четверо суток он уже отсидел. И значит, больше ему сидеть не нужно. И человек гипотетически может как бы спокойно идти домой, предположительно, я так думаю, что кто-то так предполагает, со сниженным чувством возмущения и несправедливости. Но здесь есть как бы одна особенность. Даже если Мингорсуд смягчил решение суда первой инстанции, то все равно человек считается виновным. И у него остается административная ответственность. Его биографии. Я буду дальше обжаловаться. Узнаю порядок действий. Дождусь, пока мне придет на почту домашнее решение городского суда. И буду действовать дальше в инструкции. И вот сейчас я вспомнила одну закономерность, которая может стать особенностью. Судья Мингорсуда Зинкевич всегда спрашивал и уточнял, часто по несколько раз прям у людей, сколько суток они успели просидеть на Крестино. Ну или там Жодина и Слуцкий, если их туда перевозили. Вот ответ еще одного человека, который обжаловал решение суда в тот день. Зовут его Андрей. На пятые сутки меня выпустили. Ну и отгадайте, до скольких суток с 15, которые Андрею присудили на Крестино, снизила в своем решении судья Мингорсуда. Барабанная дробь. До пяти суток. В истории Андрея интересно было то, что работает он машинистом электропоезда. После работы он в служебной форме пошел прогуляться и встретиться с другом. И там было много сотрудников органов и военнослужащих. Как вдруг. Потом сзади ко мне подбежали, поклупали по плечу, сказали, поезда поедет без тебя, и меня просто увидел автобус. Все. Это были военнослужащие 54-48. Сам Андрей утверждал на суде, что не планировал и не принимал никакого участия в массовых мероприятиях. Ну, последнее, в чем бы я пошел на такие мероприятия, это в своей железнодорожной форме с погодой. Это лишено всякого смысла. Особенность ситуации с Андреем еще вот в чем. А время задержания, указанное в первоначальном протоколе, вдруг невероятным образом совпало с тем моментом, когда Андрей вел электричку в Пуховичи. Это подтверждается рабочей документацией. Из-за этого одним протоколом и одним судом на Крестина дело не обошлось. У вас было накрестено два суда, это как? Ну, потому что в первый раз, когда меня судили, я указал, что я был на работе в это время. Ну и как бы все, на этом заседание кончилось. Потому что что дальше с этим делать? Не выпускать же меня. Поэтому они начали делать новый протокол прямо корректором на коридоре. И уже на этом основании начали судить еще раз повторно. А сами свидетели, ну я так понимаю, сотрудники, милиционеры, они не выступали? Тем более, если брать первый протокол, который составлялся исключительно на основании их показаний, то когда был второй протокол, уже на основании второго протокола были переделаны показания этих свидетелей. То есть они, возможно, даже и не знают. Я понятия не имею, как это происходит, кто там за них ставит подпись. И этих свидетелей никто не видел, с ними никто не разговаривал. Но их показания меняются в зависимости от того, как переделывается протокол. По времени сколько длился суд? В минутах, скажем так. Ой, виновен и до свидания. Никто не вдавался, никакие подробности. Время суда было именно, пока я давал пояснения. Там какие-то, допустим, минут 5-10, может быть. Все происходило максимально быстро, потому что там очень большое количество людей, небольшое количество судей, выездные мероприятия. Там, по-моему, по 4 судьи приезжало, а осужденных тысячи. И это был просто конвейер, где просто рисовали сутки и все. Две минуты, пять минут, три минуты. Столько, по подсчетам людей, длились судебные заседания на Крестино. Максимум, что довелось мне слышать, 10 минут. Так было с Анной. У меня спросили мою историю задержания. Я ее полностью рассказала. После чего мне дали посмотреть два протокола. Ну, так, пролистали передо мной. Пролистали страницы, где я якобы отказалась от адвоката и подписала. Еще от чего-то я там отказалась. Но это неправда. Нет, это неправда. Я совсем ни одного документа не подписывала и вообще кроме суда не видела. В РУВД мне ничего не давали. Я сказала, я не могу их подписать, потому что по одному протоколу меня словили на митинге, а по другому на митинге, но в другом месте. И я такая, вам не кажется это не очень логичным, что я в двух местах одновременно была? Ну, и они, что-то судья такая, ладно, все, иди, мы примем решение, потом узнаешь. И хотя я при этом была очень напугана, потому что меня избили в РУВД. И я говорила, если вы мне пообещаете, что меня сегодня отсюда отпустят, я подпишу, все что угодно. Вот это ваше воронье. Ну, просто я хочу отсюда уйти. Дайте максимальный штраф, все что угодно. Я устала, мне страшно, я тут сижу, и хотелось бы это закончить побыстрее. Пожалуйста, поймите меня там и, может, вводите в мое положение, намекните, что лучше сделать. Но ничего этого не было сделано. Анна на том суде, она окрестина, даже не поняла, по каким статьям ее судили. И только после того, как ее освободили, все стало немножко проясняться. Когда я вышла из окрестина, мои друзья увидели, что на сайте Верховного суда у меня висит 20 суток. И стало интересно, что это такое. Я с адвокатом, мы обратились в суд, нам дали там протокол, в общем-то, по которому я и узнала, какие на меня, ну, что я сделала не так, по их мнению. То есть статьи свои узнали? Да. То есть на суде на окрестина они тоже не сообщили о решении суда. Никто из девочек не знал результатов суда. Мы все сидели в каком-то ожидании и говорили, так что нам решили? Просто мне все угрожали, что меня посадят на 15 лет. И поэтому на тот момент, если бы мне сказали 20 суток, я бы подумала, а ну ладно, посижу 20 суток. Но было такое подвешенное состояние, из-за которого, в общем-то, тревога так увеличилась. Решением Мингорсуда 20 суток, присужденные Анне на окрестина, превратились в двое суток. Именно столько она, кстати, и была на окрестина. Не ознакомили с решением суда во время суда. Так было у многих. У вас, когда судили по двум статьям, вы хоть понимали, по каким статьям? Нет. В этом-то все удовольствие. Когда ты приходишь в суд, тебе оглашают статьи, ты не понимаешь даже, за что она есть. Судя бегло читает, что ты, ну... То есть я даже не был знакомлен с решением суда. Ровно как на выходе из Жодина, как это выглядело, приходят пофамильно, подписываешь непонятную бумажку, дальше вас выводят, ну, по всему, пока Жодина бежишь по этим коридорам. И только на выходе, в окошке, у нас спросили фамилию. Ее записали, и после этого было пущено. Абсолютно. Было все равно кого. Единственное, в чем мы виноваты, что у нас есть паспорт гражданина Республики Беларусь. А, да? Единственное, в чем мы виноваты. Он был... Было по барабану. Но было в тот день, 26 августа, и что-то необычное. У Дмитрия в тот день Мингорсуд решил вернуть дело в суд первой инстанции, где его будут рассматривать заново. Но, правда, и судили его на Крестину не по статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Мелкая хульгаз, то есть сопротивление сотрудникам милиции. Судья зачитала, как профессиональный рэпер, мои права и обязанности. Ну, я не особо вслушивался, но зачитала вроде как. Десять суток, десять суток за одно правонарушение, десять суток за другое. За другое вообще обидно. Там меня даже не было. Я физически не мог там оказаться нарушить что-то. Вот. И полностью сложили. Получилось 20 суток и все. И убили. Как звали судья? Дедкова Наталья. Все, кто по максимуму получил из административок, это Дедкова. Когда над нами было судилище, наша судья, общая судья, какие его фамилии? Дедкова. Дедкова, да. Я попросил, чтобы мне представили адвоката. Она отказала. То есть она не отказала, она просто молчала. Она молчала, что-то писала, делала какие-то пометки. И в конце судилища, через полторы минуты где-то, она мне сказала, вам Светлана Тихановская дала 150 баксов и огласила 25 суток. Это судья сказала про Тихонос? Судья лично, она своими словами. Ну, обычно ОМОНовсе говорили про двадцаточку. Ну, здесь судья, видимо, у судей была, наверное, другая информация. И на этом судилище закончилось. То есть мне объявили 25 суток и вывели все. За одну статью, я даже немножко не понял, там было что-то 15 сначала, а потом еще что-то 10. она назвала невнятно, она очень невнятно говорила, тихо. Ну, потому что она, на самом деле, она не поднимала глаза. Я ее глаза не видел ни разу на протяжении вот этих полутора минут. Она ни разу не подняла голову. Вот. Она зачитала просто, и меня капитан вывел, и все. На этом судилище закончилось. Мне повезло немного больше. Мне все-таки дали возможность адвоката. Ну, точнее, когда меня завели в эту же комнатку, когда мне зачитали мое постановление, я, по-моему, прервал даже судьбу, спросил, где мы находимся, что это суд. Она сказала, да, это суд. То есть вы не поняли, что это суд? Нет, для меня это было странно вообще. Выглядела маленькая комнатка, женщина в странной одежде и конвоир. Я не думал, что суды выглядят как-то так. В моем представлении это все-таки немного другое. Мне сказали, что это суд. Я сказал так, окей, раз это суд, ну, у меня должен вроде бы как быть какой-то защитник к делу. Мне начали говорить о том, что это стоит денег, что ты будешь должен много денег своему адвокату. Я такой сказал, ладненько. И мне просто сказали, выведите его. Меня вывели и поставили с еще одним парнем. Стояли с ним вдвоем. Я его спрашиваю так, тихонечко, типа, ты тоже адвоката попросил? Он такой говорит, да, попросил. Вот. Ну и мы стоим вдвоем ждем, не понимаем, что происходит. В итоге нас грузят в Бобик и везут в суд партизанского района. То есть у вас окрестина вывезли в настоящий суд? Да, в суд партизанского района. В самый настоящий суд. В шестный, настоящий суд. А есть такие, да? Вот. И там уже в суде партизанского района мне предоставили адвоката. Я поговорил с женщиной, с этой адвокатом. Она вызвонила у моих родителей, у нас было 15 минут или около того. Мои родители приехали, я обнял маму, поцеловал, расплакались. Ну, в итоге, да, зачитал судья приговор 25 суток. Постановление, ну, в общем, я был наблюдателем на выборах. Это у нас крается 25 суток, насколько я понял. Вот. И оттуда обратно повезли на окрестина, там я сидел еще одни сутки, и после этого нас повезли уже в Жозино. Ну, в общем-то, все. За это время, насколько я знаю, адвокат успел подать жалобу. Но не только два человека просили адвоката. практически все требовали, чтобы предоставили адвокат. Как только открываешь ворота, нам двоим повезло. Тебя разворачивают, и все. Вот мне, например... Она не слушала. она абсолютно не слушала. Я ходатайствую, и оп, меня капитан милиции вот так разворачивает после того, как меня объявили 25 суток, и уходит. Все. Я ничего не смог сказать. Да, это еще было то, что данный капитан милиции, он нам всем предлагал, если вы согласитесь, вам будет штраф. И вас, типа, выпустят. Если нет, то у вас будут сутки. Потом он, после этого, он на самом деле, он сам был в недоумении, потому что он говорил, что-то пошло не так в 7 сутки. То есть, что-то пошло не так. Ну, система сломалась, видимо, что-то пошло не так. Это вот было именно капитан. Актерская игра. Ну, может быть, но я говорю, да, если нужно, мое имя Дмитрий, фамилия Мелешкевич. У самого Дмитрия Мелешкевича в тот день, 26 августа рассмотрения его обжалования еще не было. Дата не была установлена. Но он и еще несколько человек пришли поддержать тех, у кого суды в Мингорсуде в тот день не были. И даже если решение Мингорсуда будет у Дмитрия типичным, то есть, ему там снизят количество суток до тех, которым он уже отсидел, он все равно уже сейчас говорит о том, что он намерен обжаловать. Буду дальше. Как и он, как и Роман, как и все. То есть, будем идти дальше до полного обмена. А в конечном результате я на самом деле хочу, чтобы данная судья была судима по закону. Судейский коллегия, я бы сказал, привлечь всех к ответственности? Абсолютно всех. Не только судей? Нет, нет, всех. Есть еще свидетели, которые уже свидетельствовали. Вы думаете, уже свидетельствовали. Вернувшись после Мингорсуда, я попробовала теоретически поразмыслить, а бывает ли у судей ответственность и какая, в случае, если они действительно действовали неправильно. И поговорила с правозащитником весны. Олег, давай порассуждаем юридически. Вот, допустим, есть такая ситуация, когда сотни задержанных свезены в ВВС на Крестино. И над ними проходят конвейерные суды. То есть судья приезжает в ВВС и там их судит. На каждого выделяет по 2-5 минут. Ну, во-первых, мы не знаем, когда проходили эти суды, в том смысле, что нет никакого расписания, люди не могут поприсутствовать, ведь суды должны быть открыты. И как можно оценить действия таких судей? В соответствии с действующим законодательством запрещены чрезвычайные суды. То есть любые суды должны проходить с соблюдением требований процессуального законодательства. То есть человек, в дело, которое рассматривается, должен иметь право на защиту, должен иметь возможность ознакомиться с обвинениями, подготовить позицию защиты, изложить там свои доводы, опросить свидетелей, которые в принципе селятся против него, и на таких же основаниях требовать опроса либо опросить свидетелей со своей стороны. И суд должен всесторонне, полне изучить обстоятельства дела и на основании этого вынести свое решение. Если же судебное решение выносится с нарушением процессовного законодательства, то есть то, что можно назвать, скажем так, незаконным решением, либо необоснованным, судья, который вынес такое решение, подлежит ответственности за вынесение заведований непросудного решения. Да, есть статья. Статья 392-го, уголовного кодекса, есть часть первая, и часть вторая, которая говорит о тех же действиях, повреждениях тяжелых последствий. К тяжелым последствиям относятся к том числе применение к невиновым наказаниям связанное соединяется от общества. Вот если в соответствии с этим судебным решением человек наказывается арестом, тем более, если арест отбывается в условиях которые можно отнести к бесчеловечному вращению, пыткам и так далее, то здесь однозначно можно говорить о тяжких последствиях. И вот при ответственности согласно части второй данной статьи, что наказывается решение свободы в 10 лет. И мне хочется обратно вернуться воспоминаниями уже даже не в Мингорсуд, а в то, что было возле здания суда. А вы все в пятером познакомились в камере. камера номер 21 окрестина ИВС. Среди них совершенно разные люди. Брутальный байкер с низким голосом, парень, изучающий джаву, парень, который был наблюдателем на выборах. Все они как будто образовали линейку единую общность и связанные единым опытом, воспоминаниями о котором они продолжают делиться. это есть. Это есть у него... Тебе должна была вышка светить. В Жодино нас привезли. Там был один парень. Большой тоже он вот у Жодина. Он был крепкий, такой накачанный, хороший. Но у него постоянно, то есть он сидит, потом в депрессию начинает входить, я его начинаю обратно выводить. И самое, о чем он жалел, у него тоже было 25, что через 25 суток, а у него было тоже на спине такое хорошее, так полностью дубина вся отпечаталась, задница тоже и ноги. И он больше всего переживал, что когда он через 25 суток придет, у него это все уйдет и он не сможет показать своей девушке. Ну это пипец, я просто, я говорю, я умилялся им, потому что этот большой, такой сильный человек, он просто переживал из-за этого. Такой синяк красивый проработает. И он такой счастливый, когда нас через 5 суток, и потом я его еще ответил, говорю, как ты показал? Он, да, да, все было классно. Ну вот такие вот мы ребята. Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд в Беларуси. Суд первой инстанции, Мингорсуд или областные суды в других городах, Верховный суд. А что потом? Потом национальные механизмы обжалования заканчиваются и можно использовать международные, то есть подавать обращения в Комитет по правам человека ООН. Я и правозащитники советуем людям использовать все механизмы обжалования. Ведь если этого не делать, то это как будто означает, что вы согласны с решением суда и что суд у нас действительно справедливый. А на этом я с вами прощаюсь. Изучите сроки и процедуру обжалования, а за помощью можете обращаться в правозащитный центр Весна. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОЛОДИСМЕНТЫ ВИЖУ ФАРЫ ЗВЕЗД СКВОЗЯЩИЕ БОРОСТЫ В ВЕРСТ Пробивать края НЕБО ЧЕРНОВАТО ДНЯ ГОРИТ ЗВЕСТА ГОРИТ ЗВЕСТА ГОРИТ ЗВЕСТА ГОРИТ ЗВЕСТА ГОРИТ ГОРИТ ЗВЕСТА